В руках аттестат, а значит прощай школьная жизнь. Более восьми сотен школьников покинули учебное заведение, где провели 11 лет жизни. Выпускной вечер в 14-й школе прошел с размахом. Учителей, учащихся и родителей не вместил в школьный зал. Оттого уверенным шагом за аттестатом об окончании средней школы они шли по сцене городского дома культуры. Блестят глаза, сверкают улыбки. На душе радостно, но закрадывается грусть. Сегодня последний день, когда они вместе. Впереди только редкие встречи. Не будет больше бодрого утреннего «начинаем урок от любимого учителя» – проверки домашнего задания. Педагоги и школьники – последний. 11-й класс прошли рука об руку. И это были не только занятия по русскому и математике, но и уроки жизни. У нас учителя очень хорошие. Они нас поддерживали целый год и вытягивали нас, как могли. Они верили в нас. Это нам очень давало большую надежду и веру в то, что мы все-таки получим хороший аттестат, и у нас все будет прекрасно. Со сцены слепят белизной бальное платье выпускниц. Они танцуют школьный вальс с особым трепетом, ведь такое больше не повторится. Во многом школа повлияла на то, кем они сегодня являются. Одноклассники стали лучшими друзьями. Учителя помогли советом. Один из тех, кто стал мирилом профессионализма и моральных качеств – директор. От того на вопрос, кому благодарны, что в школе запомнилось больше всего, отвечают. Уроки биологии – это были самые лучшие уроки, потому что вел любимый учитель Федорович Геннадий Юрьевич. Самый лучший директор, тот, который понимает нас, всегда помогал, где-то немножечко и ругал, но это было заслужено. Школьников впереди ждет студенческая пора. Наступает время, когда нужно принимать твердые самостоятельные решения. Последнее наставление на пороге взрослой жизни дает директор. Вот именно сегодняшний день – это тот день, когда закрывается последняя страничка большущей главы, первой, наверное, важной главы вашей жизни. Это школа. Именно за этой страничкой начинается новая жизнь. Они привыкли слышать рассказы Геннадия Юрьевича о теориях наследственности, эволюции систем органов и прочее. Но сегодня для них звучит песня. «Очнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». В ответ директору благодарность и тоже музыкальная. «Ты рады, как мы, что директор вам наш, и скажем мы, и ради Юрия речь может быть!» В 14-й школе три выпускных класса. Среди этих ребят немало талантов. В этот прощальный вечер танцы и вокал в качестве поздравлений педагогам. Их фамилии в списках самых умных юношей и девушек Беларуси. 14-я школа гордится достижениями своих выпускников. В частности, Алина Посовец, призера Республиканской Олимпиады по истории. Если все желания, которые произнесли, будут незамедлительно сбываться, то хватит не на один десяток счастливых жизней. В вечер, когда заканчивается детство, выпускникам желают, чтобы, как в песне, птица счастья выбрала именно их. «Дорогие выпускники, очень хочется сегодня пожелать вам, чтобы вы эту птицу обязательно словили. Чтобы эта птица принесла вам мир, добро, доброту, благополучие, здоровье, любовь». Вложенные усилия учителей и администрации школьники оценили. За заслуги перед выпускниками вручили символические награды. Накануне выпускного педагогам пришлось переквалифицироваться в актеров кино. На экране – видеоролики о школьных дисциплинах с долей юмора. На сцене – песня за песней. Поздравлять друг друга в 14-й школе любят музыкально. К ним присоединились и учителя. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С пожеланиями в добрый путь они перешагнули школьный рубеж и стали на путь новой жизни.